Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня специально отдельный видеоролик хочу снять о средстве престиж, потому что с тех пор, как появились вот эти средства престиж, табу, до сих пор не умолкают споры между теми, кто принял их и обрабатывает, и между теми, кто категорически их не принимает, пишут даже, что отказывает печень от приема вот этих препаратов. Многие знают об этом только понаслышке. Вот как говорится, что где-то слышали, там одна бабка говорила. Но я сейчас хочу рассказать подробно, в каких случаях его можно применять, в каких случаях нельзя применять категорически о вреде и пользе этого препарата, потому что все-таки время не стоит на месте, двигаемся мы вперед, и в каких-то случаях вот такие препараты, даже пусть и токсичные, они могут нам помочь. Уже много-много лет главным вредителем картофеля у нас является колорадский жук. И если дома, например, у себя или в садовом участке, когда мы высаживаем несколько рядков картофеля, справиться с ним можно и вручную, то люди, которые высаживают по 10, 15, 20 соток для зимнего употребления и где-то далеко от дома в полях, то, конечно, бороться с колорадским жуком очень сложно. Сейчас я расскажу о свойстве колорадского жука и точно о принципе действия, как заявляет производитель, потому что вот на этой пачке ничего этого не написано. нужно читать специальные или научные статьи, или статьи большие от производителя, обширные. Только там можно добыть сведения точные и достоверные. Расскажу про принцип действия, расскажу о вреде и пользе, и, конечно, как применять и как хранить. Всё. Вот препарат представляет собой такую вот концентрированную суспензию, которую обязательно нужно разводить. Это вот именно концентрат на много-много килограммов картофеля. Разводят в разных пропорциях в зависимости от способа применения. Не всегда нужно разводить по-одинаковому. Средство состоит из двух препаратов. Я не буду называть названия труднозапоминаемые. Я вам просто принцип расскажу, что один борется с грибковыми заболеваниями, а другой именно борется с колорадским жуком. Поэтому он считается, где-то здесь даже написано, инсектофунгицидный протравитель. Есть средства, которые травят только от колорадского жука, а вот этот препарат, он двойного действия. Он начинает активно действовать только тогда, когда вот наш обработанный клубень, вот этот вот мы сейчас побрызгаем и в землю, только тогда он начинает действовать, когда мы высаживаем в грунт. Во влажной почве вот это вещество, оно переходит от клубня в прилегающую почву. Вот клубень посадили, вокруг вся почва вот эта вот распространится, вот этот престиж. Ну как, это естественно, мы его посадим, влажная почва, он разойдется. И он создает как бы защитный вот этот круг, сколько-то сантиметров вокруг картофеля, он защищается. И во время прорастания, роста ботвы, вот это все всасывает из земли и распространяется, идет вверх по всем клеткам. Вот таким образом защита от всех вредителей сохранится может в течение всего вегетационного периода, ну смотря когда посадите, ну вообще пишется 60 дней. И мы обрабатывали один раз, ну не мы, а наши родственники. В конце лета, если у соседей будут жуки, они все-таки, уже защитное средство теряется, все это выходит, вымывается, и через 60 дней могут все равно в конце сезона прийти жуки, но тогда они уже вам не страшны, единственное, они могут заложить личинки на будущий год. Вот важно, чтобы не было вообще жуков, конечно, если вы будете обрабатывать какой-то свой участок, желательно, чтобы соседи тоже обработали, и чтобы соседские жуки к вам не прилетели. Если они находятся близко, конечно, жуки будут перелетать, переползать, и даже если они не повредят вашу картофель, не успеет, будет уже поздно, они, я как говорю, что на будущий год задел сделают, вам опять вот этих подселят своих детей. Вот кроме этих средств, производитель еще заявляет, что обработанный картофель этим престижем, он помогает растению переносить сильную жару, перепады температур, недостаток света и прочие стрессовые условия, то есть работает как бы стимулятором роста. Такие растения, ну кто-то же проводит эти исследования, официально заявляет, что такие растения ускоряют свой рост, быстрее как начинает формирование плодов. Какой же принцип действия у этого вот престижа? Я уже сказала, что имеет два активных компонента вещества или средства, там вот она. Один борется с насекомыми, он проникает в организм насекомого, то есть насекомая поест этот листик, у него сразу начинается паралич, он погибает. А второй, который пестицид, он является длительным защитником от болезней, от различных грибковых. Если сравнить, вот такое же средство есть табу, то табу только от колорадского жука. Не все средства одинаковые, а престиж от болезней и от жуков. Ну и преимуществом, конечно, самым главным является то, что если один раз обработаете вы клубни перед посадкой, то все лето их не будет. Но считайте 16 дней. Если сейчас мы в средине мая посадим июнь, июль, и вот к началу августа только возможно приход новых жуков, но и то соседских, на этом участке уже никого не будет. Пишется, что защищает от проволочника, но по отзывам все-таки огородников это не действует. От проволочника он не защищает, умирает только колорадский жук. Проволочник остается. Ну и, конечно, многие вот те сторонники, вернее, противники обработки против престижа или новенькие, например, которые еще ни разу не пользовались, конечно, всех интересует, вредно ли обрабатывать картофель перед посадкой. Но я прочитала много информации. И вот производитель вот этого вот, Байер, германская фирма, и производитель другой фирмы Август, про табу, пишут, что характерной особенностью действия вот этих средств является то, что вот эти компоненты вредные из почвы и посадочного клубня, они продвигаются, вот клубень посадили, обработали, вот они, ростки, они продвигаются вверх, ну как, идет рост, они продвигаются вверх по растению, в листья, в ботву, там, как сказать, собираются, аккумулируются, но вниз они никогда не опускаются, потому что это противоестественно, вниз-назад они не могут опуститься, они остаются в ботве, наоборот, из земли все это идет вверх. А молодые клубни, которые вокруг образуются, они не впитывают, как вам сказать-то, ну что пишется, что все эти вредные вещества продвигаются вверх, вниз не опускаются, и поэтому вот эти клубеньки, которые образуются, они остаются чистыми от препарата. А спустя 60 дней, даже то, что было в листьях и вот в этих в ботве, весь препарат полностью уходит, поэтому и в конце лета нашествия жуков колорадских мы видим снова, потому что листва уже совершенно безопасно, даже ботва. И вот, ну по заверениям, ну нам, кто вот применяет это средство, остается только верить на слово. Я, у нас уже все, многие по разу, по два применяли и табу, и престиж, но если честно, я ни одного человека не видела, кто бы поел эту картошку, как обработанную зимой там или когда, и потом обращался к врачу, или болела печень. Все люди почти, вот у нас соседи, все такого уже, как преклонного, можно сказать, возраста, едят все. Может быть, это миф, что оно такое вредное, но, конечно, я вот сейчас расскажу, что не все сорта можно обрабатывать. Если подойти к обработке вот этим препаратом с умом, то можно, наверное, обеспечить и защиту от колорадского жука, и чистоту нашего картофеля. Вот я читала про 60 дней, что через 60 дней даже уже жуки начинают есть, а разлагается средство в земле, кто делает там исследование, уже через 40 дней, вот в грунте, никаких остатков, все равно кто выпускает, они же какие-то тестовые делают там тесты, никаких остатков вот этого вещества в грунте нет уже через 40 дней. Они остаются все в листьях, в ботве, и постепенно, в течение двух месяцев уходят. Перед тем, как рассказать инструкцию, я скажу вам, что самое главное условие не применять, не обрабатывать вот этим средством престиж ранние сорта, сорта, которые мы выращиваем для летнего использования, скороспелки. Вот мы тоже несколько рядков садим, ну выращиваем картофеля, мы едим уже и в июле, и в августе. Эту картошку я не обрабатываю вообще ничем, потому что хранить мы ее не закладываем, мы ее за лето всю съедаем, и она стоит у нас девственно чистая, где там появляются жуки, я стараюсь выйти как-то, ну когда вот эти уже личинки красные, жуков-то, конечно, там сложно укараулить, когда вот эти красные личинки, если на этих рядах появляются, это несложно вручную собрать. Поэтому если вы хотите вырастить для летнего стола картофель, конечно, ни о каком престиже, ни о каком табу речи быть не может. Если хотите получить чистый картофель, их скушать его рано, то, конечно, нужно обходиться какими-то народными средствами, не знаю, чем там отпугивают этих жуков колорадских. Мы всю жизнь собирали вручную. Выйдешь что-то там, пока окучиваешь или что-то делаешь, соберу всех этих личинок в баночку. Так, вот инструкция. Можно использовать перед проращиванием и непосредственно перед самой посадкой. Два способа. Мы всегда используем, ой, перед проращиванием, да-да, перед проращиванием, мы используем перед посадкой. Вот я всегда, если мы брызгаем, ну, мы всего несколько раз так делали, но только перед посадкой. Вот видите, картофель еще у нас, сегодня-завтра будем садить, нам дождь мешает, будем прыскать сейчас перед посадкой. Если вы будете делать все это перед посадкой, важно, что смесь готовить только в день приготовления. Хранению никакому она не подлежит. Перед непосредственным распылением только два часа, два-три, больше не храните. Чем оно свежее, тем оно эффективнее. Обрабатывать, опрыскивать за два часа до посадки. Опрыскали, посушили, положили в лунку, все. Как разводится престиж? Тут есть, сзади есть вот табличка, как разводить препарат. Все там написано. Но это зависит от того, каким способом планируете обработать. Если вы обрабатываете, вот посадочный материал, ну, тут, так, сейчас скажу, тут написано, для приготовления рабочего раствора развести 20 миллилитров в 200 граммах воды. Вот это, наверное, это он и есть. Вот он. Вся инструкция подробная. И вот этим количеством можно обработать, сколько здесь распылить. Применение очень просто. Расстилаете целлофан или брезент, раскладываете свои клубни, разводите в распилитель, в любой, вот в брызгалку, которую обрызгиваем, обрабатываем растение. Обрызгали, попереворачивали, чтобы со всех сторон было видно, что она у вас обработана. Подсохла, садите в лунку, все. Но нужно следить, чтобы хотя бы, ну, уж пусть не все, но хотя бы 3 четверти картофелина были обработаны этим материалом. Потому что я понимаю, что все 100% сложно обработать, крутите его туда-сюда. Если подсохло, видите, там где-то у вас, ну, места, которые не обработаны, лучше, конечно, чтобы было все. Переверните тогда. Вот от качества этой обработки зависит вот этот эффект престижа. Потому что не нужно, обрызгали с одной стороны, а там она осталась нетронутая. Лучше всего так. И некоторые интересуются, можно ли обрабатывать резанный картофель. Нигде здесь об этом не написано. Но вот кто опытный огородник, и кто пользуется, никогда не обрызгивают резанный картофель. И, наверное, все-таки лучше это не делать. Зачем рисковать? Никто не знает, нигде не написано, как будет действовать вот этот препарат, нарезанный картофель. Потому что он очень токсичен, очень активный. Обычно рекомендуют опрыскивать уже пророщенный, подогретый картофель. Вот я его вытащила две недели назад с подвала, прорастила, подогрела. Все, сейчас опрыскаю, через два часа мы пойдем садить. Ничего больше делать не надо, но обрабатывать можно клубни. И не только перед посадкой, а когда вы достали, можно сразу обработать. Так еще повышается защита, потом вы его держите, там сколько проращиваете, все, но перед посадкой нужно обработать еще раз. Потому что тот, который вы обработали задолго до посадки, он не так эффективен. Эффективнее всего двойная обработка. Вот достали, обработали, перед посадкой еще обработали. Но я по своему опыту знаю, что никто так не делает. Вот у нас достанут, прогреют, лежит он неделю, там 10 дней, две недели. Собрались садить сегодня, раз, обрызгали, все, это все работает. Меры безопасности, конечно, нужно все соблюдать. Он третий класс токсичности. Конечно, лучше перчатки одевать, а еще лучше респиратор и закрывать лицо, когда распыляете, чтобы, конечно, на вас не попадало, ни на тело, никуда не вдыхать его. Лучше всего где-то выбрать место, если на улице, с подветренной стороны, чтобы ветер на вас не дул. Все это мы все люди взрослые, мы понимаем, что если мы обрабатываем вот таком химическим веществом, от которого жуки дохнут, то надо и себя беречь. Ну, и вред и польза, которая обсуждается и в интернете, и везде. Ну, я уже говорила, производитель говорит, что полностью уходит из всего, из ботвы, из клубней за 50-60 дней, но можно обрабатывать только те сорта, поздние и средние, которые вы будете выкапывать уже осенью, ну, там, в конце августа или в сентябре, и которые предназначены для хранения, для зимнего употребления. Ни в коем случае нельзя обрабатывать ранний картофель, потому что там срок, если не выйдет, вы можете покушать этот престиж, и тогда действительно вам может быть плохо. Может быть, это и есть те люди, которые едят вот этот ранее обработанный картофель, и которые потом болеют. Вот именно эта токсичность, о которой некоторые не соблюдают сроки вот этих ожиданий, едят раньше времени, это является основным недостатком, из-за этого люди пугают друг друга, что нельзя обрабатывать престижем, от него там люди, некоторые, я даже слышала, где-то умирают, печень разлагается. Если подходить с умом, то можно пользоваться агрохимией. Вы представьте, если в деревне, где-то там садят далеко от места жительства люди поля, по несколько, 10-20, как я уже говорила, соток, приезжают туда раз в месяц, за это время жук колорадский, все, конечно, съест. И если обработать, например, если они для зимнего хранения, если обработать престижем, естественно, людям будет большое облегчение, особенно работающим. Не все же так, что посадили, вот как мы, около дома 5 рядочков, и вот я хожу каждый день, смотрю, я вижу каждого жука своего. и то долго я сопротивлялась против этих препаратов, и то вот два уже, два или три раза мы обработали, и такое облегчение летом, не надо идти собирать жуков, не надо опрыскивать, потому что тот, кто не хочет обрабатывать престижем, и у кого жуки все-таки заводятся, они все равно обрабатывают, этой же агрохимией делают опрыскивание искрой, или там кто, командор, или как он называется. Действие то же самое, также листья впитывают, это вредное, и все это совсем чистых методов борьбы с жуками у нас еще нет. Вручную не каждый может ходить собирать в такую жару. Ну вот, недостаток это токсичность, поэтому нужно обязательно выбирать сорт картофеля, ранний нельзя. Обязательно нужно меры предосторожности при обработке. Конечно, он у нас не дешевый, вот эта вот такая стоит 195 рублей, но ее хватает намного, мы вот вдвоем с соседкой поделим, потому что мы садим очень мало, мы живем в городе. Главное не покупать подделку, покупать только в тех магазинах, именно в садовых, я вот купила в садовом центре, хранение два года, можно хранить два года, я вот как думаю, что можно, наверное, какое-то количество жидкости шприцем взять, заклеить скотчем, еще можно и похранить. Ну и все. Я рассказала подробно, тем, кто интересуется вот этим престижем, до сих пор все спорят обрабатывать или нет от вредителей, но это средство, конечно, эффективное, оно и защищает растения от болезней, и от вредителей, и от всего, но каждый должен выбирать сам, если он не хочет, вот, как вам сказать, связываться вот с таким, как считается, очень вредным препаратом, если он боится или отравиться, или там переобработать, переобработать, что картошка будет потом вредная, ну, можно собирать руками. Мы в этом году обработаем, я те редки, которые для раннего урожая не буду обрабатывать, остальные обработаем, и я летом покажу, есть разница, большая или нет, но в прошлом году у нас, так, май, июнь, у нас июнь и июль два месяца полностью не было жуков, обрабатывали идентичным препаратом, и только через два месяца жуки начали появляться, ну, я как думаю, начали появляться от соседей, но там уже были завязаны клубни картофеля, там уже не сильно грозит. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, и вот это подробно, подробно, в каких случаях стоит применять престиж, а когда его категорически нельзя применять. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok